МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я просто готов всплакнуть над этим бедным троллем, который такой джентльмен, что все вокруг ему аж противны. Что же, есть только один способ, мне кажется, пойти вниз. Наверняка внизу есть дракон, который дает им всем огонь, и поэтому они готовы столько работать. Пахнет тохлыми яйцами. То бишь серой. Да, вполне логично, в таких местах всегда пахнет как-то похоже. Честно говоря, не чувствовал этот запах уже целую вечность, поэтому слабо себе представляю, что же он из себя представляет. Да, заговаривается один такой парень. Знаете, забавно, тут один летсплеер вернулся в свою деятельность. Я сейчас вспомню, как же я на него набрел-то вообще? А, да мне мой друг Сергей просто его скинул как-то раз. Я тогда записывал Red Faction, и тот парень тоже записывал Red Faction. Так вот, он сейчас вернулся, а я был на него подписан, он сделал новый канал, а он, значит, англоязычный парень, по-моему, даже американец, хотя я не уверен. Так вот, он, как выяснилось, женат, и у него дети. Я думаю, вау! Честно говоря, не знаю, сколько ему лет, может быть, он старше меня, может быть, примерно в том же возрасте. Да, не один я такой ублюдок. Не шибко молодой. С другой стороны, хотя бы не Майнкрафт, а на том спасибо. А это что у нас такое? Фу, что это такое? Почему вода такая зеленая? Фу, что это такое? Почему зеленая такая вода? Или, не знаю, в общем, хрень какая-то, не суть. Ой, ё-моё, что это? Вот это действительно что это? Фонарь! Жук нельзя, это нельзя, ничего нельзя. Ммм, да, довольно еще вопрос, что с этим дурацким фонарем делать? В любом случае, крысу класть в зеленую воду, по всей видимости, не предполагается. А здесь у нас что? Исчадие лавы. Или, может быть, даже зла. Ого, вот это ветер. Довольно интересно, а там выглядело такое чувство, что прямо собирается кастануть мега заклинание. А что у нас тут слева еще вопрос? А, так вот откуда этот запах. Не понял. Хмм, похоже, это сера. Да, возможно, она мне даже пригодится. Может быть, нет? Черт. Хмм. Сера есть. Ой, вы знаете, что самое обидное в происходящем? Кажется, я уже везде побывал и до сих пор не знаю, что же делать дальше. Так что, нам похоже, с самого же начала придется с вами ненадолго расстаться, пока я не разберусь, собственно, с тем, что же мне предстоит предпринять. О, возможно, я могу уфонарить огонь. Ну, или уогнить фонарик. Да, действительно, фонарь зажжен, это просто потрясающе. Только теперь я не знаю, что с фонарем делать. Опять же, нам придется ненадолго расстаться. Малышка, не отвлекай меня по пустякам. Миску, девочка, миску! Э, то есть я должен все тебе принести сразу. Матильда, ты не повторишь еще раз, печенок? Было, 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 было. Дурацкая Матильда. Нет, она мне пока не нужна, видимо. Золотая миска. Где же я тебе такую тварь-то найду? Господи, что я взял? Щит? Хмм, интересно. Только сейчас я его заметил. Наверняка все, кто знают из вас эту игру, в прошлом видео всячески орали на меня, что я не взял щит. Любопытно. Может быть, щит это миска? Или вроде она должна быть все-таки золотая? Знаешь, Эсмиральда, в последнее время я никак не могу уснуть по ночам. Блатар храпит, как простужный дракон. Ах, Глинтина, у меня та же самая проблема с Хоггартом. Но я пользуюсь мокрой серой. Нужно только на ночь положить кусочек влажной серы в очаг. Меня это вырубает начистое. Ты не поверишь, я сплю так крепко, что иногда Хоггарту приходится сунуть мне под нос цветок, чтобы я проснулась. Цветок? Фу! Ты должно быть и правда спишь, как бревно, если для того, чтобы тебя разбудить, нужен мерзкий, вонючий цветок. Так-так-так, значит, говоришь, Сера, век живи, век учись. Крайне любопытно. Во-первых, конечно, хотелось сразу заметить, что это прям какая-то баня унисекс. Несмотря на то, что, так сказать, здесь, конечно, не купаются мужчины и женщины одновременно, а то, по крайней мере, чередуются, это интересно. Да и вообще они никак не закрываются, это отдельный разговор. Так вот, они, по всей видимости, говорят, что да, нам нужно совместить огонь и серу. Тогда это... Узы пить тролля. А если огонь и цвет... Огонь и цветок, да, а если огонь и цветок, будет забавно. Ну, ладно, так вот, а, собственно, цветы... Это что-то вроде нашатыря, да? Любопытно. Простите меня, любезная леди, вы не могли бы рассказать мне что-нибудь о Герзеле? Ой-ой-ой, смотрите-ка, Эсмеральда, это же будущая невеста нашего короля. Просто прелесть, правда? О-о-о, моя дорогая, вы самая счастливая трольчиха на свете. О-о-о, у вас будет просто расчудесная свадьба, а вы сами, разве вы не самая прекрасная в мире невеста? О-о-о-о, я всегда плачу на свадьбу. Пфууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Обычные наши, так сказать, традиционные варианты Немного вышибают меня из колеи Ну, я имею в виду, когда нажираются родственники Которых с какого-то хрена так много, что какого черта они тут забыли И нужно обязательно творить всякую гадость Ну, не знаю, в общем, с одной стороны То есть я хочу сказать, что это такое радостное событие, что как бы Хреново тратить его в такую стандартную тему Я тысячу раз это говорил тем, кто меня знает, так что Мда С кем же я могу с вами, из вас поговорить? Прошу прощения, леди По всей видимости больше ничего нет О! Жесть! Что вы, что вы? Действительно, что это вы творите тут? Ну, по всей видимости, ничего больше я от них не дождусь Я надеюсь Потому что Потому что ухожу от них В комнате тоже, походу, ничего нет Есть и тут парень Из зеркала Ну, опять же Толку от этого никакого Блин Стоп! До меня дошло, стоп, стоп, стоп До меня дошло Щит Щит Это колесо Если я использую щит в качестве колеса, значит Все у меня получится Замечательная идея, не правда ли? Ха, здесь довольно угрожающая музыка Да, ну все, применяем это вот сюда Отличная идея Вот только эта острая штуковина мешается Да Как я тебе острую штуковину-то уберу Ну, вполне возможно, что это могут сделать в кузнице А еще может быть, что Не знаю, мне С помощью чего-нибудь таки получится Взять эту сырую, как ее звать Серу И разогреть ее, опять же, в кузнице Вот единственные две идеи Которые посетили меня Это ее просто Я довольно долго сейчас искал Где же я могу эту штуку вытащить А я все это время мог ее вытащить вручную Все время забывая эти своеобразные особенности Сиеровских квестов И главное, совершенно честно говоря Не хочу на них жаловаться По-моему, они классные Легче люблю все эти особенности Всего что угодно Короче, теперь у меня есть колесо Ура! Ехаем Едем Во! Зафиксировать бы как-нибудь Ну, а вось оно там так и останется Использовать щит И впрямь хорошая идея Только вот как бы прикрепить его к оси тележки Да, только я подумал, что действительно Он нихрена не закреплен Но, черт побери Действительно, как? Закрепим этот щит, чтобы он не слетел Вот так Ё-моё, ты все это время мог все сделать по-человечески Короче, а теперь-то ты будешь нормально ехать Я надеюсь Не то, чтобы слишком долго То есть, тьфу, наоборот Не то, чтобы слишком быстро Слетишь с него Категорически, надеюсь Ну, я думаю, да Я думаю, да Господи, она убила тролля Такого я забыл, как тебя звать Хочу ее назвать Гизеллой Серьезно Тогда я все время никак не могу вспомнить Гизеллу Одну из героев книги Длинная серепряная рожка Ложка Ложка А теперь мне, наоборот, хочется все время называть ее Гизеллой Или ее тоже так зовут? Нет, крайне-крайне маловероятно А, она же Розелла Точно, точно, точно Теперь я припоминаю То есть, кто-то вздыхает По всей видимости, это все тот самый дракон кристальный Только я одного не понимаю Почему здесь ничего нельзя заценивать? Хм Или у меня глюки Может быть, все-таки можно Ну, ладно, ладно, ладно Пошли в таком случае болтать с драконом Если оно вообще умеет разговаривать Хм, странно Столько места и Нифига ни с чем нельзя интерактив Что-то есть, нет? Нет, видимо, показалось Хм Ну, ладно Так, окошка Привет У тебя чертовых кристаллов целая тонна, блин Че тебе еще надо? Любви в жизни не хватает Ну Коля так, то, честно говоря, сильно соболезную Хм Сдается мне, что во всем давентре не наберется столько драгоценностей Вы... вы драконесса? Дракончиха еще скажи Да Не бойся меня, малышка Вы... вы самое красивое существо, какое я только видела Благодарю тебя Благодарю тебя Ты очень добра Когда-то это заставило бы меня улыбнуться Но теперь... Теперь я знаю, что никогда больше не буду счастлива Что же так опечалило вас? Я утратила волю к жизни Тот огонь, что горел во мне Угас навсегда Поразительное дело заключается в том, что Я следил, собственно, за движением рта сего дракончика И оно, по-моему, совпадало с русской озвучкой Неужели еще во времена, в девяносто четвертом году Кингсквеста седьмого Можно было под звуковую дорожку автоматически подстроить движение рта Если так, то я в шоке Серьезно, в шоке Во Не этот ли огонь вы имели в виду? Что? Искра Пламя Благодарю тебя, малышка Дай его мне Скорее Не ожидал, что это сработает, честно Что происходит? Чего повисли, ребят? Ну, ребят, ну... О! Я в долгу перед тобой, малышка Вот, возьми этот бриллиант С ним ты сможешь жить, как принцесса Извините, но я принцесса и мне не нужен бриллиант, мне нужна шкура У нас этот камень прекрасен, но мне хотелось бы попросить одну из ваших чешуек Да-да, малышка, все что хочешь, но я больше не могу ждать, мне так хочется подняться в воздух Я дам тебе свою чешуйку, когда вернусь Да ты охренела И она кое-как... О господи, оно еще и в 3D До встречи И кое-как, конечно, этими, как это правильно сказать Фиксированными рисунками она еле-еле-еле-еле душа в теле Не то, чтобы полетела, но, по крайней мере, задвигалась Ну, не в этом смысле, конечно, а в том смысле, что такое счастье Интересно, на кой черт мне вот эта вот фигулина? Далась Ее, по-моему, в моем списке нужных вещей не было Хм... Ну да ладно, и у меня все еще сохранился почему-то фонарь Который тоже непонятно зачем мне нужен Да, все запутано, довольно сильно запутано Пожалуй, буду двигаться в обратном направлении, уж не знаю зачем Стоп, погодите, я понял, один парень сказал, что у него нет денег И поэтому он сидит среди троллей Возможно, если я дам ему этот камень Он разбогатеет и таким образом сможет свалить от троллей Вот что интересно Хотя я не понимаю, что вот сюда можно применять и зачем Неизвестно Ладненько, пойдем дальше Что же, экспериментируем Работает? Работает, замечательно В таком случае, держи камешек Он тебе наверняка поможет Тем более, ты же ювелир, ты с этим умеешь обращаться Опи, у меня для вас кое-что есть О, ну надо же Этот камень прекрасен Он, он просто безупречен Он прекрасен Как мне отблагодарить вас Я ваш вечный должник Наконец-то я выброшу эти ужасные молоток из убилы И куплю себе самый лучший набор инструментов Если они вам не нужны, я могу их забрать? Конечно, конечно Забирайте, моя дорогая Я вам так благодарен Всего хорошего, Розелла О, зашибись Теперь у меня есть инструменты Наверняка с помощью этих инструментов я смогу достать Это, как его называется-то, Господи Серу Серу я смогу кинуть, ну, предположим, в огонь Понятия не имею, зачем Кто-то уснет, тоже непонятно почему А чёрт не работает Моя идея была хороша Но, по всей видимости, не подходит К данному месту А жаль Вы знаете, пытался применять этот молоток с зубилом буквально на каждом экране Нигде не смог его применить И от безысходности вернулся к дракону И, кстати, вот сейчас, буквально за секунду до того, как я начал сейчас говорить Подумал вот о чём Возможно, молотком с зубилом нужно будет как раз от дракона, от колупого чешуйку Она любопытная мысль, по-моему Чёрт его знает, а вовсе прокатит Странно, конечно, что я отдал такой хороший камень и всякое такое прочее Вот она уже опять здесь Очень хорошо, очень хорошо Рубиновый дракончик Что ты скажешь мне хорошего? Госпожа Драконесса Проснитесь Не хочет Сдаётся мне, что во всём давим Это было Так, могу ли я? Да, могу Сейчас я у неё прямо в башке отколуплю кусок Ой, мне так жаль Я не хотела Что? Ну Что-то не получилось, наверное Может быть, давай по хвосту? О, получилось Замечательно Сегодня действительно есть чешуйка Это хорошо Проблема в том, что у меня нет ни блюда, ни ложки Ничего в таком духе Я смотрел на кухню и ничего такого там не нашёл Где же их брать? А начинать нужно именно с блюда Ох, это ж забавно Кажись, что-то получается Погодите-ка Что же теперь? Да ничего, блин Так, нет, стоп Может быть сюда И сюда Йо, наконец-то добрался Чёрт побери А я думаю Что же мне никак не выходит Думал, мне нужно какое-нибудь Ну, как бы это правильно сказать Хранилище для этой серы Но нет Оказывается, я просто совершенно неправильно к нему шёл Чёрт побери Причём, если я не ошибаюсь Ну-ка, сейчас я отойду Да, я не могу использовать этот островок Когда я нахожусь далеко от него Только вблизи Не правда ли? Да, совершенно верно Вот, почему я так сильно тупил Хорошо В любом случае, теперь у меня есть Сера Ничего особенного Очень похоже, честно говоря, на Серу Из, ну не знаю Из героев хотя бы, третьих Или ещё из чего-нибудь подобного Вот И теперь, по всей видимости Раз уж это единственное Что? Что ты делаешь? А, он даже что-то разложил Я могу это взять, кстати говоря? А это что? Это форма, в которой можно выплавлять разные штуки Ну смотри Вот сюда я залил расплавленное серебро И когда оно остынет У меня будет ложка Чёрт побери Мне нужна эта серебряная ложка Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну что же, целовальщикам один ответ по-любому. Серый-то мы его и уконтробубим. Что такое, мама? Пора в кроватку? Хорошо. Спокойной ночи. Самая странная реплика перед сном, однозначно. Так, берем форму. Ё-моё, я всегда думал, что есть... Она такая горячая, что до нее просто невозможно дотронуться. Черт. Она еще и горячая, да? Блин, мне нужен какой-то инструмент. Этот инструмент наверняка где-то здесь есть. Вот он, наверное. Плохо вижу, но думаю, что это он. Нет, это, черт побери, не он. Это всего лишь раздуватель... Раздувальщик. Может быть, тут? Нет, это вода. Спокойной ночи, мама. Поюбай, здоровенный бугай. Хотя бы в рифму, и на том спасибо. Черт. Вот черт. Я твой инструмент, парень. Простите за такую бошлость. Представьте себе, представьте себе. Кажется, наконец-то получилось. Так, секундочку, вот, немножечко переключусь. А то не было видно время. Так вот, кажется, я нашел. Вот они, чертовы инструментики. А, только я ничего не могу с ними сделать, только взять эту штуку. Замечательно. А ее, соответственно, в воду. Ну, наконец-то. Честно говоря, это было сложновато, потому что, ну, никак не мог понять, что же я должен взять. Они слишком хорошо ее вставили, так сказать, в общий андеграунд, или какой-нибудь другой граунд вещей. Да. 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 У меня есть серебряная ласка. Да. Ух, черт, осталось только блюдо. Тут прикол в том, что походу я сразу еще и блюдо взял. Нашел, наконец-то. Стоп, ну только какое же оно нафиг серебряное? А, нет, стоп, мне же нужно было золотое блюдо и серебряная ложка. Ну, конечно же. Забыл уже. Мы же имеем дело с вампирами. Разумеется, разумеется. Длинная серебряная ложка, все дела, короче. Ага. Кажется, все собрал. Хотя точно не знаю. Спросить бы ее, наверное, что мне еще нужно. Ну-ка, милая моя, рассказывай. Материна, ты не повторишь еще раз, что мне нужно найти? Печеных жуков, чешуйку хрустального дракона, золотую миску, серебряную ложку и изумрудную воду, запомнила? Да, мадам. Да, мадам. Знаете, кстати, а изумрудной воды-то у меня и нет. Но дело в том, что я вроде как знаю, где взять еще какую-то воду. Ведь действительно было еще одно единственное место, с которым вроде как можно интерактивировать. Но, тем не менее, я не интерактивировал еще пока. Думаю, что ее можно будет во что-нибудь набрать. Например, в фонарь. Ну, или опять же в ту же миску. Все может быть. Ну, начнем, наверное, с самого логичного. Да, действительно, заработало. Правда, название тоже мне. Изумрудная вода. О, Господи, я ее кручу. А, не, она именно что крутится, понимаешь? Мне просто показалось, что она подъезжает и отъезжает по неизвестной причине. Но нет, нет, нет. Разумеется, она просто подъезжает разными своими краями. А поскольку она такая категорически одинаковая со всех сторон, это же не Скайрим какой-нибудь, чтобы, черт повери. Там все было настолько проработано и так далее. И прям такие, прям чуть-чуть по капелькам вот так вот можно крутить, рассматривать предметы. Не-не-не. 94-й год, кстати говоря, гребанных 20 лет назад. 20 лет назад, Господи, когда это было-то? Хм, отлично. А теперь давай сюда все остальное. Прямо-таки все остальное. Держи все остальное. Прекрасно. Просто чудесно. Да, да. Господи, ей это настолько нравится. Я как бы никогда бы не подумал бы за вами таких странок наклонности к любви к жукам и всякое такое прочее. Превосходно. Что ж, ладно, деточка. Вот, выпей. Ну что, сработало? Ну, не совсем, моя милая. Что же я сделала не так? А-а-а, вспомнила. Нам нужен волосок тролля. Ау! Вот так. Смотрите-ка, ложка расплавилась. А я-то думала, что ничего крепче, чем чай моей матушки, просто быть не может. Думаю, мне стоит сохранить на память то, что осталось от этой ложки. Моя дорогая принцесса Рузелла, я потрясен. Вашу красоту превосходит лишь ваш ум, ваша отвага и ваше... А-а-а! 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 Довольно ты морочила голову королю! С меня хватит, маленькая мерзавка! А-а-а! А-а-а! Послушайте, леди! Нет! Это ты послушай! Гюрзелла, нет! Так, потерпи немного, девочка. Я окажусь здесь раньше, чем ты об этом догадаешься и позабочусь о тебе! Ха-ха-ха-ха! А-а-а! Это ты так думаешь? О, Господи! Глюк-переглюк! Чёртова музыка с ума сошла! Необходимо сохранить игру и, я думаю, пожалуй, выйти. Да, как-то так, Даггерфол, да. Привет, Даггерфол. Но дело не в этом. Я просто хотел сейчас же при вас проверить, собственно, а получится ли вообще запустить всё это по-человечески. Ну, в том смысле, чтобы не было этого стрёмного глюкавого штуковина. Так, продолжение игры загрузить. Да, к счастью, теперь всё хорошо. И, к счастью, теперь у меня есть нормальная Розелла. Честно говоря, мне, возможно, даже та нравилась больше. И, кстати, если это называется Герзелла, то это, ммм, это, во-первых, очень сильно похоже на ту самую Гизеллу, может быть, поэтому я её вспомнил. А, во-вторых, странно даже, что у них такие похожие имена. Почему она так странно ходит? У неё огромные каблуки, что ли, или что? Не, реально, мне она в Тролле, возможно, даже чем-то больше нравилась. Серьёзно? Ужас. Ладно, в любом случае, с вами был Фреймистер, и это сомнительное, ну, может, не сомнительное, может быть, хорошее, не знаю. Свеобразная особа, скажем так. И мы увидимся с вами в следующий раз, который я сам не знаю, когда буду записывать, поэтому если за следующим разом затянется, то уж извините. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok